Всем привет, с вами Дэн и у нас сегодня новиночка от San Martin Ну и комплект, как всегда, брелок, бумаженцы, инструкция, гарантия и инструмент для укорачивания браслета или замены его на ремешок Итак, давайте наш чехольчик-кейсик открывать и смотреть, что у нас внутри Уху-ху-ху! Это то, что надо зимой! То, что надо зимой! Смотрите, прям такие белые и с оранжевым Я бы сказал, что это прям зимние оттенки Зимние оттенки, прям вот когда солнышко светит, когда морозец хрустит, снежок может быть падает И вот что-нибудь вот такое, бело-оранжевое, прям классно Конечно, понятно, что эти часы скорее для лета, но мне прям что-то они зиму навевают Потому что зима такая снежная, зима ядреная, я бы сказал И прям вот да, прям вот да, и Сан-Мартин сделал... Ну, я бы даже не сказал, что это какой-то хамаж Это, понятно, навеяно там разными историческими хронографами Но, в принципе, практически у каждой компании есть подобного плана хронографа Может, конечно, я ошибаюсь и где-то было что-то такое, откуда схамажировали эту модель Напишите обязательно в комментариях Но я ничего не припоминаю, поэтому будем считать, по крайней мере, на момент выхода этого ролика Что это, собственно, дизайн Сан-Мартин Очень много разных вариаций по цвету есть Но мне кажется, вот этот прям такой, прям такой вот... Он прям зовет, знаете, он прям зовет, говорит Возьми меня для обзора, потому что это сочетание цветов Вот такой матовый, белый, без каких-то примесей, без какого-то чего-то там в желтой Мне прям очень нравится И нежный-нежный оттенок вот оранжевого Даже при желании можно его какой-нибудь в лососевый сказать Или какой-нибудь персиковый Но если взять центральные манежи микро, да, где у нас счетчики дополнительные Все-таки это оранжевый Будем считать оранжевый Не будем в какую-то там дребедень улезать Так, значит, референс SN0116GJS Разные там референсы в конце вот эти буквы Потому что разные цвета На момент записи ролика 18 тысяч рублей Но опять же, всякие купоны, скидки Так что смотрите сами Сколько они будут реально стоить, когда ролик выйдет Внутри стоит сейковский MechaQuartz VK64 хронограф MechaQuartz, я думаю, вы уже все знаете Но кто не знает, напомнит, что это когда у нас Либо трехстрелочник, например Если трехстрелочник, то стрелка двигается плавно Как будто бы это механика Либо если это хронограф, то запускаем хрон И у нас стрелка хронографа двигается плавно Как будто бы это механический хронограф Вот такая интересная штука Сейка такие калибры практикует Выпустил, и мне кажется, они очень даже приятные В том плане, что, ну, часы со стороны смотрятся Как будто бы механика И не тикают, и не нужно, знаете, вот это вот А в метки попадает А здесь всегда в метки попадает В общем, здесь есть часы Минуты, секунды Это все центральные три стрелочки у нас Есть счетчик 24 часа У отметки 3 часа И есть счетчик 60 минут Как раз для хронографа У отметки 9 часов Ну, такой вот хронограф Он немножко специфичный Сейка его сделала А мне кажется, они сделала его Потому что он более практичный Потому что эти доли секунд Там, или какие-то часы Дни Ну, кто это замеряет сейчас, да? Ну, я знаю, да Вы яйца, конечно же, варите По хронографу Я знаю, я знаю Но, вот если практично смотреть То здесь есть секунды Здесь есть минуты Да, я, кстати, оговорился Центральная секундная стрелка Стрелка хронографа Здесь нет секундной стрелки Как таковой Вот, как Для обычных часов Минут в секунду Вот, так вот, да Это пригодится Потому что замеряет минуты Это пригодится Потому что замеряет секунды Ну, и, в принципе 24 часа Ну, тоже для тех Кто вот полярная ночь Где-то заснул Проснулся На часы посмотрел Что-то увидел Ну, хотя этот маленький счетчик Наверное, вряд ли увидел Но, в общем, он есть В общем, есть Корпус, как всегда Старь 316L Sapphire Plus Внутренний антиблик Здесь имеется Суперлюминовая BGWX1 И водозащита 100 метров Ну, в общем, все ништяки Как всегда имеются Кстати, заводная головка А, заводная головка Здесь Здесь завинчивается Так, ну вот Стоп нажмем Раз Сбросили И все у нас В ноль ушло Ну, и Ну, вот так вот Подвинем Пусть будут стрелочки Вот в таком положении Стрелочки, кстати Ммм, как любит Сейка делать Иногда на своих моделях Черный люм такой И, во-первых, это прикольно Во-вторых, это свежо А, в-третьих, самое главное Это добавляет контрастности Потому что Да, он хуже светит В темноте, конечно Ну, и хрен бы с ним Зато здесь читаемость Прям классная Перенасыщена Вроде бы Всякими счетчиками Метками и так далее Но Черный люм Он делает стрелки Как будто бы они Целиком без люма Вот они хорошо Сочно Мощно Выглядят И также точно Черный люм На индикациях На Часовых метках Часовые метки Накладные Такие прямоугольнички Внутри вот этот Черно-серый люм И, слушайте Во-первых, смотрится Классно Да, такой серо-черный Плюс оранжевый Плюс белый Все контрастненько Все классно читается И Шикарно Ну прям Шикардос Мне очень нравится Очень нравится эта модель Это прям Находка конца года Это новинка Я их Вот только-только увидел 38 по безелю По корпусу Где-то чуточку побольше 39 с небольшим По высоте С учетом стекла Стекло здесь купольное 12 Без стекла Будет Что-нибудь Типа 11 Вот Значит По ремешку 20 Ну и От ушка До ушка Что у нас получается 47 Ну, в общем Размеры небольшие Небольшие Мое запястье 18 с половиной В обхвате Ну и вот Что у нас получается Такая идеальная Посадочка Но учитывайте Здесь Достаточно длинные ушки Они тонкие И они не особо Загибаются вниз Поэтому Если у вас запястье Ну как мне кажется Где-то так 17 Может быть 17 с половиной Наименьше То лучше Посмотреть Какую-то Другую модель Потому что Может немножко Топочиться Даже у меня Немножко Ремешок Надо чтобы Приносился Немножко Приработался Но Выглядит Классно Это ремень Топочнее Немножко как-то это, ну, дешево. Вот здесь он идет в тон безелю, а вот эти вот субциферблаты, они чуть ярче. И прикольно такое получается сочетание. Опять же, бело- оранжевый, а оранжевый немножко такой бледненький. Ну и вот, как водится, здесь такой кожзамчик на ремешке. В общем, ремешок какое-то время послужит, а потом будете сами подбирать сюда хоть кожу какую-нибудь, хоть нато. Кстати, есть версия, если я не ошибаюсь, в базе на рисовом браслете. Я, наверное, рекомендую, берите на браслете, ну, потому что потом к нему уже сами что-нибудь докупите. Хотя, хотя, если браслеты не ваши, то, ну, блин, классно он на этом ремешке, сочетается прям, ну, пушка, весело, бодро и, знаете так, прям жизни радостно. Особенно, когда у нас солнце садится в 3 часа дня. Так, а что у нас на задней крышке? А на задней крышке смотреть нечего, поэтому, ну и хрен бы с ней. Так, здесь как раз, да, ну, это, в общем, такой просто тканевый ремешок, это и низу, и не надо. О, зато баклия Сан-Мартиновская, вот такая классическая, очень классно исполнена. По весу, что у нас тут все, ай, все распозло... Так, 68,6. Ну, немного, естественно, они весят, а кто бы сомневался-то, потому что браслета здесь никакого нет. Так, товарищи, сапфирчик имеется, и что у нас здесь вот по безелю интересно? А, ну у нас безель... Чего я меряю-то? Куда я полез? Куда я полез? Безель здесь керамическая вставка. Полез, меряйте ее, конечно. Ну да, молодец. Керамическая вставка, безель фиксирован, ну, понятное дело, тахиметр здесь есть, стальную безель, кстати, классно здесь вот, монетная насечечка, ну и, конечно, вот это шикарное, как всегда, исполнение корпусов и сатинирование от Sam Martin. Вот эти вот корпуса, которые под винтаж сделаны, пухленькая задняя крышка, большой безель и тонкий профиль. И вот он классно отполирован, здесь сатинирование такое, омеговское, да, микро-микро, такое небольшое. Боковая зеркальная полировочка идет по всей длине, верхняя часть, ушки острые, такие длинные, выглядят они классно. Вот, то есть, профиль корпуса мне очень нравится, мне нравится, как вот выглядит корпус, он такой легкий, он такой винтажный, спортивный, супер, со вкусом сделанным, круто, круто. Значит, вот эта часть здесь немножко островатая, так что смотрите, ну, в принципе-то она запястья не касается, но, тем не менее, мало ли, мало ли. Просверленные ушки, так что удобненько здесь будет ремешок менять. Сам по себе ремень, кстати, пухлый, такой мягкий, плотный, но при этом он хорошо сразу облегает все вот эти поверхности, так что с ним каких-то сложностей не будет. Ремешок нравится, корпус да, цифер да, да, все нравится. А, и как здесь хорошо смотрятся эти циферблаты, и вот этот темно-серый люм, и на стрелках, и на метках. Они еще такие круговые, здесь вот циферблаты, полированные метки, матовые, матовые белые цифры. Да, вот она у нас керамическая вставочка, которую я что-то, как говорится, слона-то я и не приметил, но ничего, зато потом приметил. Ну, и классика по полировке от SM. Ну, такая вот симпатичная застежка. Что по итогам? Такая, знаете, зимняя, летняя вкусняшечка, которая, как мне кажется, подойдет подо все. Наверное, правда, на зиму я бы поставил здесь ремень не вот как здесь, когда он целиком, да, под нато, а чтобы это было раздельный ремень, чтобы меньше по высоте было, ну, и лучше было бы носить под рука. Вот. А вот это как раз такая яркая и жизнерадостная у нас здесь тканевая, тканевый ремешок. Это как раз вот таки на лето, может быть, на весну, ну, вот все такое. В общем, мне понравился эта модель, мне понравилось сочетание цветов, качество исполнения, цена, характеристики, ну, в общем, здесь все здорово. Пишите, как вам эта модель, может, у вас есть другие версии с другой расцветкой, фотки присылайте. Короче, на этом у меня все, всем пока, с вами был Дэн, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова